коллеги всем здрасте сегодня у нас факт по программированию номер двенадцать на этот раз у нас немного вопросов давайте не будем затягивать и перейдем собственно грек к ответам и так на сегодня у нас три простых вопроса давайте по порядку начнем на них отвечать итак вопрос 54 который на сегодня номер один какую базу данных выбрать для слабо конфигурации vps но смотрите на самом деле базы данных я уже не выбираю давно потому что работаю с entity фреймворком и на самом деле entity фреймворку достаточно глубоко наплевать в какую базу складывать данные но если говорить про конфигурацию базу данных на конкретном vps сервере то есть virtual private сервер то нужно смотреть по конфигурации допустим у нас есть ubuntu 1604 к на которой установлен докер и у нее есть такие вот собственно говоря параметры 512 мегабайт памяти 20 гигабайт дискового пространства один процессор надо сказать что недавно я попытался собственно говоря установить базу данных на такой вот процент на такой вот компьютер с такой конфигурации и надо сказать что меня огорчило что у microsoft SQL сервер экспресс не уст не установился на данный компьютер для того чтобы развернуть в докере экспресс потребовалось два гигабайта памяти что на самом деле как бы влечет уже другие расходы и затраты по содержанию этого самого сервера ну и надо сказать что получилось у меня запустить postgres который в конфигурации написано что он должен иметь может иметь пятьсот двенадцать гигабайт памяти то есть пятьсот двенадцать мегабайт памяти прошу прощения но при этом мы желательно чтобы был один гигабайт у меня получилось запустить его на этот самый postgres версии 13 там с копейками на вот этой машине он запустился работать единственное что при попытке посмотреть логи его то есть подключиться более глубже использовать его он сказал что вот желательно чтобы было побольше памяти ну это в общем-то мне не огорчило потому что ну и фиг с ним прекрасно работает postgres на вот такой машинке там немного табличек небольшой объем данных в общем достаточно просто вывез этот сервер этот эту нагрузку ну и если говорить дальше давайте перейдем к следующему вопросу если сравнить postgres sql и msql express то какое вы выберете ну надо сказать что я уже возвращаясь к предыдущему вопросу я уже давно не выбираю базы данных я выбираю эти фреймворк как arm object relation mapper да или да пер который делает то же самое так или иначе их работа очень похожи и сводится не к тому что они объекты классы до объекты из си шарпа они складывают как бы ну вот если так можно выразиться складывает как в хранилище в базу данных причем зависит от того в какую базу данных от того какой провайдер вы подключите к антити фреймворку чаще всего я использую msql express ну то есть вообще msql и в частности в базу экспресс также бывает использовать postgres sql провайдер который тоже подключается к антити фреймворку ну и собственно говоря на сайте microsoft а есть описание и список каждого из работающих с антити фреймворком провайдеров которые собственно игре имеет плюсы и минусы ну в частности по sql light он не очень так скрис когда работает с миграциями там есть некоторые проблемы с меню тумане ну в общем вам нужно просто прочитать что это прочей как как выбрать базу данных собственно все зависит от того какой вы проект используете для чего вам нужна база данных есть и оперейшенал дата если транзакшал дата есть и в дата типа там накопление больших данных в общем все зависит того что вы хотите от этой базы получить и в некоторых моментах существует вероятность что вам вообще нужно будет отказаться от антити фреймворка или дапера то есть от любого арм который в общем как как не хотите но он все равно тратит время и входят давно холиварные войны по поводу того нужно ли вообще эта прослойка или нет но тут нужно понимать что тут стык двух технологий двух подходов которые двухзвенная архитектура и трехзвенная архитектура и в каждой из них есть свои плюсы минусы хотя я больше склоняюсь всегда к трехзвенной архитектуре которая ну оправдала себя со временем и в общем то на основании нее можно сказать что ну я так считаю что вот это вот микросервисная архитектура пошла дальше потому что когда у вас три звена и одно из них бизнес логика то это может быть отдельный сервис отдельная сборка на другом сервере а хранилище можно в общем ладно не будем про это давайте как это для отдельного вопроса будет вам интересно пишите в комментариях там как-нибудь придумаем чего ответить ну и в общем вопрос на сегодня последний это номер 56 когда я делаю дебаг в приложении с blazer web assembly у меня не срабатывают некоторые точки останова брейкпоинты что я делаю не так но на самом деле здесь ответ очень прост я уже говорил что blazer он такой как бы уже хоть и третья версия хоть и шустро бегает но есть некоторые нюансы его использования сами разработчики рекомендуют делать следующее точки останова у вас не не срабатывает то есть брейкпоинты не остановятся в тех местах где приложение еще не стартанула то есть если вы ставите брейкпоинт он параметр сет или он и не шалаясь ну и собственно грех асинхронной версии то скорее всего просто не успела приложение запуститься и подключиться собственно к вашему процессу потому что надо понимать что процессы там достаточно глубокие нужно понимать что она должно какое-то время потратить чтобы подключить дебаг и вот это вот идет замедление что рекомендуют разработчики собственно гречи я тоже пользовался я ставил задержку по времени выполнения task.delay time span там 10 секунд и в общем-то это всегда хватало например если я хочу посмотреть когда у меня инициализируется приложение в какой-нибудь компоненте он и не шалазит я ставлю task . delay скобка открывается time span from 10 секунд и на приходится ждать но тем не менее брейкпоинт падает и в общем-то сами разработчики рекомендуют это делать но главное чтобы это на прот не ушло а то будет неумолимо неприятно что у вас приложение на каждый запрос будет ждать 10 секунд ну и на этом наверно на сегодня все мне наверно больше нечего рассказать пишите вопросы пишите комментарии будем общаться и всего доброго пишите правильный код а а